МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяны Донцовой. Здравствуйте. И коротко об основных темах. Охота на людей. На абаканскую школьницу напала свора бездомных собак. Мотопробег по бездорожью. Экстремалы-любители устроили импровизированную акцию в честь Дня Победы. Роботы своими руками. В Абакане впервые проходит фестиваль технического творчества. В Хакасии все готово к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И речь идет не только о республиканском центре, где торжества пройдут с небывалым для региона масштабом, но и о районах. Сегодня главы территории отчитались перед председателем правительства об уровне подготовки. На итоговом совещании побывал Константин Кравцов. Героям павшим и живым салют! Автоматные выстрелы гремят в Абакане едва ли не каждый день. Но здесь никакой тревоги. Все торжественно. Многим известно, что республиканский День Победы в этом году поменял формат. Кроме традиционного ритуала памяти, у вечного огня впервые торжественный парад на Первомайской площади. Участие в нем примут полтысячи военных. Об этом сегодня говорили в Сером доме. Генеральная репетиция назначена на завтра. Установка военной техники по движению с 5.30 утра до 6.30 в район Первомайской площади совместно с ГИБДД. После того, как мы расставим технику, будет принято окончательное решение по количеству ее. Отдельное внимание ветеранам. В праздники примут участие 89 человек. Запланирован торжественный прием главы Хакасии. Усиленное дежурство несут все экстренные службы. Более тысячи человек. По республике пройдет 500 мероприятий. Флэш-мобы, патриотические конкурсы, выставки. В Абакане будет перекрыт практически весь центр до 23 часов. Глава республики уверен, день победы пройдет так же ярко и торжественно, как праздничный салют, который запланирован на 10 вечера. В нашем отечестве не было страшнее беды, чем Великая Отечественная война. И мы обязаны сделать все, чтобы сохранить историческую правду об этой великой победе в памяти ныне живущих и последующих поколений российских людей. Побывать на Республиканском Дне Победы сможет каждый житель Хакасии. Канал «Россия-1» впервые проводит прямую трансляцию праздника. Торжественный марш и ритуал памяти – все самое красивое. Смотрите 9 мая с 9 утра еще раз канал «Россия-1». Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Сегодня в Абакане состоялось открытие еще одной памятной стеллы. Она посвящена ветеранам абаканской транспортной милиции, которые воевали на фронте и работали в тылу. С каждым годом тех, кто прошел войну, становится все меньше. На сегодняшний день в списке живых, бывших сотрудников Абаканского ЛОВД четыре человека, их фамилии тоже увековечены. Ведь стелла – это не только памятник погибшим, но и всем, кто, вернувшись с фронта, боролся с преступностью, которая в послевоенные годы нищеты и разрухи росла с каждым днем. Добавим, что мемориал был создан по инициативе руководства Абаканского ЛОВД. Личный состав и ветераны откликнулись дружно, ну как бы по-другому мы не сомневались, что будет по-другому. Значит, приняли решение на общем собрании, собрали средства личные свои и установили эту стеллу. Фрагменты фронтовых писем и воспоминания участников Великой Отечественной войны из Хакассии стали основой для нового сборника документов, подготовленного Национальным архивом республики. Книгу выпустили ко Дню Победы. Сегодня состоялась ее презентация. В Национальном архиве Хакассии хранятся более 400 документов, переданных на хранение самими участниками войны и их потомками. Сотрудники архива занимаются сбором материалов уже 15 лет. Особенно бережно хранят письма. Чернила, которыми они написаны, уже практически выцвели. В книгу вошли несколько десятков писем и воспоминаний участников войны, наших земляков. К примеру, Николай Журавель прошел всю войну. В сборнике опубликованы его воспоминания о буднях партизанского отряда, где он воевал. Ветерана уже нет в живых. На презентацию пришла его дочь. Огромное спасибо, что помнят, что помнят наших родителей. Вечная им память. Хотелось бы, чтобы молодежь побольше узнала, чтобы эта информация доходила до наших молодых людей. Потому что они должны помнить. Они живут сейчас в такое время благодаря нашим родителям. Сборник вышел небольшим тиражом. Первые экземпляры подарили ветеранам и их родственникам. Но познакомиться с письмами и воспоминаниями фронтовиков сможет каждый желающий. По одной книжке передадут во все городские и районные библиотеки Хакасии. Дорога в школу едва не закончилась трагедией для 10-летней девочки. На ребенка напали бездомные собаки. Стаи бродячих животных на улицах города – картина привычная, но иногда крайне опасная. Как защитить себя и своих детей? В материале Олеся Калиниченко. Этим утром Даша в школу опоздала. Недалеко от дома на нее напала стая бездомных псов. Девочке повезло. Рядом оказались взрослые люди, которые смогли отогнать собак. Я думала, они пробегут мимо, но одна из собак начала лаять, набросилась на меня и пыталась меня укусить. Мне стало очень страшно, я позвонила папе. Когда отец девочки выбежал на улицу, ребенку уже ничего не угрожало. Хотя нет никакой гарантии, что ситуация не повторится. Бездомных псов в этом дворе видят часто. Самым проблемным районом считается Нижняя Согра. Здесь каждый год стаи бродячих животных пополняют брошенные дачные собаки. Тем не менее, по словам старосты микрорайона, в этом году с проблемой удалось справиться и весьма гуманным способом. И оказалось, что процентов 70 собачек, которые не устраивали жителей, которые бегали по свалкам, которые пытались выхватиться за сумочку, и для отлова которых привлекалась спецавтобаза, оказались собачками хозяйскими. Собственников бродячих псов обязали содержать животных на привязи. После этого количество собак на улицах Согры существенно уменьшилось. Хотя полностью проблема вряд ли когда-нибудь решится. Ни в коем случае не поворачиваться к собакам спиной. Посмотреть, что можно взять в руки. Например, палку. Тот предмет, который зрительно удлиняет руку. Замахиваться на этих собак. То есть нападать первому. В любой стае есть вожак. И вот на эту собаку направить свой акцент в плане нападения. Вот. Если эта собака ретируется, то однозначно все другие тоже уже будут отходить. Все эти правила и средства защиты, к сожалению, могут применять только взрослые люди. Дети беззащитны. Ребенок, скорее всего, ни физически, ни морально с ситуацией не справится. Поэтому бороться с бродячими собаками в городе необходимо. А вот каким способом – это уже другой вопрос. Отстрел, стерилизация или строительство приюта. У каждого метода есть свои плюсы и минусы сторонники и противники. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. На следующей неделе Абакан останется без горячей воды. ТЭЦ проведет традиционные для окончания отопительного сезона гидравлические испытания системы. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 8 часов 14 мая и до 17 числа. Хотя в администрации допускают, что сроки могут сократиться, и горячая вода в квартирах появится раньше обозначенной даты. Цель гидравлических испытаний – выявление слабых мест в трубопроводах централизованного теплоснабжения. По результатам будут спланированы и проведены ремонтные работы по подготовке к предстоящей зиме. Гидрологическая ситуация на территории Хакасии на сегодняшний день спокойная. Все реки вскрылись, и к тому же отмечается снижение уровня воды. Так, на реке Абакан в районе Абазы за сутки уровень упал на 18 сантиметров и фактически составляет примерно половину от критической отметки. В районе Райкова и города Абакана зафиксировано повышение на несколько сантиметров, но всё в пределах нормы. Подобная ситуация и на северных реках региона. В ближайшие дни специалисты Хакасского гидрометеоцентра ухудшение обстановки не прогнозируют, поскольку обильных осадков не ожидается. Черногорские оперативники раскрыли серию угонов отечественных автомобилей. Задержан 17-летний житель Сорска, студент профучилища. Он подозревается в совершении двух угонов и трёх попыток неправомерного завладения автомобилями. Все эти преступления произошли в период с 6 по 13 апреля. Объектами преступных посягатель становились исключительно отечественные машины ВАЗ 6-й модели. Все без исключения автомобили были оставлены хозяевами на ночь во дворах домов. В двух случаях злоемышленнику пришлось разбить боковые форточки. Ещё три машины были даже не закрыты. Доступ к ним был свободным. На Козыре пропало трое рыбаков. Двое из них – жители Абакана. Мужчины рыбачили на дюралевой лодке возле деревни Нижние Куряты Каратузского района. Лодка перевернулась. Одному из рыбаков удалось выплыть. На берегу он просидел всю ночь. Под утро сильно замёрзшего пострадавшего нашли спасатели. Поиски остальных на реке ниже по течению продолжались два дня. Но безрезультатно. Вода Козыра слишком высока. В мотопробег по Хакасским степям отправилась группа экстремалов. Своё путешествие участники приурочили ко Дню Победы. Шестеро смельчаков преодолели 500 километров по весеннему бездорожью. Необычную колонну сопровождали наши корреспонденты. Железные кони для того, чтобы скакать по вашим степям. Кроссовые мотоциклы и их четырёхколёсные братья уже запряжены и готовы в борьбу с распутицей. Последние установки перед стартом. Шестёрка экстремалов проделает путь из Абакана до Жемчужного. Никакого асфальта. Только степи и свобода. Это просто огромные равнины и очень хорошие сопки. По ним можно идти, не напрягаясь. Вверх и вниз. Ко мне почти нет. В этом весь кайф. Огромные перепады высот, которые начинаются подальше к озеру Шира. Топливо залито, колёса подкачаны. Просторы зовут. В жизни каждый из них далеко не экстремал. В большинстве предприниматели. Свою экспедицию, конечно, посвятили годовщине Великой Победы 9 мая. Но этот заезд ещё и повод в очередной раз доказать другим и дать пример движения жизни. Кто-то отдыхает на диване, пьёт, колется. А мы, вот группа друзей моих, неформалов, решили прокатиться по Хакасии. Собственно говоря, маршрут Абакан, Сорск, Туим, Жемчужный. А завтра планируем вдоль моря вернуться. Интервью Евгений давал на Красном озере, близ Абакана. Отправиться дальше по бездорожью в горы наша съёмочная группа без внедорожника не рискнула. Но, а эти ребята уже заявили, в этом сезоне будет ещё ни один заезд. А там, глядишь, и единомышленников прибавится. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. 7 мая вошло в историю мировой науки и техники, как день рождения радио. В 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприёмник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В связи с этим 7 мая по традиции отмечают праздник работники радио, телевидения и всех отраслей связи. Вполне возможно, в историю войдут и школьники, которые сегодня собрались на первый фестиваль технического творчества. В Абакане, впрочем, как и в Хакасии, подобное мероприятие проводится впервые. Рассказывает Ольга Стельмах. Базой для фестиваля стала 14-я абаканская школа. Несколько лет назад это учебное заведение выиграло грант. На деньги закупили запчасти и оборудование, открыли занятия для своих учеников. Сегодня на фестивале школа принимает учащихся со всего города. В первый день команды должны собрать роботов и как можно точнее их запрограммировать с помощью компьютера. Затем модели, оборудованные мотором и световыми датчиками, испытывают на специальных трассах. Все участники фестиваля – это неподготовленные новички. Ранее школьники не занимались техническим творчеством. Это опыт первый. Конструированием неожиданно для организаторов заинтересовались и девочки. Мне с детства интересно всяких роботов собирать. У меня никогда не получалось. А вот сейчас получилось. Самое интересное – это когда он ездит. У него датчик, он ловит цвет, и тогда он едет чисто по цвету нужному. А когда сбивается, пытается его найти. На компьютере программу надо устанавливать, чтобы он ездил по цветам. А при этом все там двигатели и все остальное. Вот это очень сложно. Этому надо учиться, чтобы кто-то объяснял. А вот мастер-классы для них проводят призеры всероссийских соревнований. Один из них – ученик 14-й школы Андрей Иванов. Он конструирует уже два года и уверен – увлечение вылится в его профессии. Да и в практическом применении будет полезно. На складах, например, тот же самый взять сортировщик шариков. Вот он сортирует. Примеры из лего. Вот на фабрике конфеты или еще какие-нибудь детали раскладывает. Потом робот, например, который едет с датчиком, с ультразвуковым. То есть датчик расстояния. Вот он пешехода увидел, остановилась машина. То есть практическое применение, так сказать. Завтра, во второй день фестиваля, пройдет конкурс. Команды покажут, на что способны их роботы. А жюри определит победителей. На следующий же год планируют организаторы программу, а вместе с ней количество участников расширят. И это все на сегодня. Напомню, новости можно узнавать на нашем сайте. Хорошего вечера. До свидания.